Итак, друзья, в курсе 4 перед нами стояла главная задача, это сделать правильно каталоги. Каталоги, чтобы в будущем, когда будет разрастаться проект, у нас не возникло проблем и путаницы. Поэтому я отделил отдельный курс, бо собаку и кота уже съел на этом. Потому что потом не разобраться, приходится переделывать. Также мы прописали дополнительные настройки для статики, дополнительные настройки для шаблонов. Все, что надо для грамотного создания проекта. И этот курс я прошу запомнить. Всегда помните о порядке в приложении, тогда будет легко. Не думайте, что а потом. Потом проект разрастется. И потом вот будете сидеть и думать, а где же у меня это? Поэтому, чтобы таких вопросов вообще не возникало, а их не должно возникать, ребята. Мы посвятили курс, несколько уроков, грамотному и правильному составлению каталогов приложения, прописанию правильных настроек. Так что вперед, все получится, ребят. Все уже на опыте. С вами был Валерий Бусыновский. Если вы только начали с этого курса, то искать курс на spb-tut.ru. Ребят, это курсы по Django 2, а я вот сейчас даю курсы и даю по документации, очень многое изменилось. То есть, новичок, если найдет код там до версии Django 2, там 1.11 даже, попытается запустить, и оно работать не будет. Будет нервничать, будет плеваться, потому что в Django 2 очень большие изменения. Правильно, когда я работаю с Django с версией уже 1.4, то я уже сразу соображаю, где что изменило, залез в документацию и смотрю. Но все это я вам показываю, все будете знать. spb-tut.ru Получайте пожизненный доступ, занимаетесь, все получится. Спасибо за доверие.